Всем привет! С вами снова Настя, и вы находитесь на канале Анскуланы. Сегодня будет достаточно необычная тема, я думаю, что вы нажали не просто так на это видео, потому что я была первый раз в России! Да, ребят, я была первый раз в России, в осознанном возрасте. Когда мне было три года, мы катались с моей бабушкой и дедушкой в Саратов, и да, у меня есть, конечно, какие-то воспоминания, но, знаете, это такие отрывки из детства, которые практически я ничего практически не помню. Я помню Красную площадь, ну, в общем, вот так вот, да, я никогда не была в России до этого, в осознанном возрасте. И вы знаете, причина, наверное, спросите, как так? Вы знаете, как человек с эстонским паспортом выехать в Россию, это, сами понимаете, это волокита с визами. Ну, собственно, поэтому я, наверное, и путешествовала в другие страны, потому что всё намного проще. Но я решила, что это было бы очень круто посетить Россию, Россию, а именно Питер, Санкт-Петербург. Ребята, всем, кто из Питера, привет большой! Я побывала в вашем городе, и вы знаете, сегодня хотела сделать первые впечатления о России, о Петербурге. Ну, давайте начнём с плюсов. Ну, во-первых, архитектура. Да, реально очень всё круто. Всё в определённом стиле, да, выдержано. Ампир. Всё очень круто. Я небольшой любитель ампира. Как ни странно, да, что многие люди его любят. Я небольшой фанат, но я понимаю всю эту красоту, тем не менее. Куча музеев. Мы были и в Третьяковке, и в музее Фаберже, и были в акватории. Акватории? Да, так называлось. В общем, очень много культуры. Да, конечно, это всё поражает. Меня очень сильно удивили размеры всего. О, я просто была в шоке. Вы знаете, вот когда ты находишься в Финляндии, здесь какое-то всё маленькое. То есть, если речка, то она какая-то узенькая, да. Если какой-то там, допустим, торговая площадь, то она какая-то супермаленькая. Ну, как бы для финнов, может, и большая. Но когда ты приезжаешь в Питер, там просто такие расстояния, и ты при чём это всё видишь, как бы. То есть, наверное, очень такая равнина, да. И ты реально видишь очень далеко. Я сейчас имею в виду Неву. То есть, там такие расстояния. О, мой гад. Я просто не могла представить. Одно, когда ты видишь на картинках и на видео. Другое, когда ты сам ходишь по этим мостам и видишь вот эти масштабы. Я реально была в шоке. Я не ожидала, я не ожидала. Я знала, что это большой город, что там много народу и так далее. Большая населённость. Но мне всё равно было... Я реально офигела. Ребят, Питер. Что ещё я интересного заметила? Это мои первые впечатления. Ребят, не переживайте, не переживайте. Я заметила, что дети гуляют на площадках. Почему я это не замечала в Финляндии? Да потому что дети не гуляют на площадках. Ну, в основном они гуляют в садиках. Да, в садиках гуляют на площадках. Но вот такого прям, чтобы вы вышли во двор, и там были все семьи на улице, мамы, папы, дети. Ну, такого нет. Я бы сказала так. Я бы реально сказала так. Почему? Потому что, не знаю, я не могу сказать почему, но это было очень удивительно. Следующее, я очень удивилась, что очень много каких-то таких вот развлекательных центров для детей везде. То есть вот в районах, в которых я была, там просто столько этих центров. О май гад! Я не знаю, как они все держатся, как этот бизнес существует. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, уходят ли эти люди в банкрот. Уходят ли в банкрот эти люди? Очень интересно, реально, ребят. Но это реально так. Дальше я очень офигела от того, что было очень много рекламы жилья. Какие-то застройщики. Куча квартир. Каких-то домов, новых районов, комплексов. И это все в одном вагоне метро. Столько рекламы, я просто офигела. В Финляндии, ну, у нас так обильно недвижимость не рекламируется. Серьезно. Как это было в Питере. Кстати, согласитесь или нет? Дальше, ребята. Это я реально вижу это как позитивный, как плюс. В Питере на метро станциях, станциях метро, я ощутила, что СССР действительно был в этом городе. Я, наверное, сейчас звучу как-то странно и так далее. Но, вы знаете, когда, например, уже СССР прошел, Советский Союз прошел, в Эстонии вы его никак не увидите. Да, может, какие-то памятники советские стоят, ну да. Но когда я проезжала мимо Кировского завода, и, кстати, на нем тоже выходила, на этой станции, я так офигела. О, май гад, вау. Эта станция метро, она вся в каких-то щитах красивых, скульптурах. Это вся вот эта стилистика СССР. Вау, вот эти все, как они называются, венки, какие-то скульптуры, серпы и молота. Вау, такое ощущение, что я попала в прошлое. Это было очень необычное ощущение. Плюс этот Кировский завод, он просто какой-то мега большой, офигенный. В общем, в любом случае, мне очень понравилось. Из минусов, это духота в помещениях. То есть, в любое помещение заходишь, будь то музей, даже просто торговый центр, там постоянно какая-то духота. Я, конечно, понимаю, что это старые здания, и вентиляционная система не проведена, не на каком-то супермодерном уровне. Я все это понимаю. Но, знаете, в Финляндии тоже есть старые дома, но там как-то все продумано. И ты реально нормально можешь дышать. Я ездила весной, когда реально на улице было... Это было... Я ездила на 1 мая, так что, ну так, да, было прохладно на улице, но когда ты заходишь в помещение, тебе безумно жарко, тебе нечем дышать. Это, к сожалению, минус. Ну и касательно гигиены уборки. Я не знаю, нормально это слово-сочетание или нет, но вы знаете, когда я была на железнодорожном вокзале... Нет. На автобусном вокзале. Я решила сходить туда в туалет. Это какой-то кошмар. Во-первых, это просто реально какой-то советский туалет, который я видела у себя в школе в Эстонии. Все просто на таком ужасном уровне. Ну, я не знаю, какой-то доисторический кафель. Все грязное. Туалетной бумаги нет. Полотенцев для рук нет. Все какое-то грязное. Потом там пришла какая-то уборщица. И знаете, она прям будет без перчаток, да? Она брала полотенце, обычное. Это не просто какие-то специализированные тряпки, которые мне убирают, в принципе, Финляндии, например, да? Полы моют. А это просто какое-то полотенце. И она его вот так вот полоскала в раковине. А извините, я работала уборщицей, и я знаю всю вот эту технику. Вот это все, как надо делать. Ребят, я прошу прощения за предыдущие кадры, потому что у меня село, у меня закончилась карточка на моем микрофоне, поэтому, к сожалению, что-то осталось в нехорошем звуке сейчас записано. Но я сейчас продолжу с того момента. В общем, да, скорее всего, у той женщины она это все делала в раковине, очень непрофессионально, очень грязно все было. Она набрала раковину воды и прям там эту полоскала, эту тряпку вонючую, вот. И понимаете, а мне потом руки там мыть. Но мне было, честно говоря, неприятно. Я надеюсь, что это просто была какая-то женщина вот с этого автобусного вокзала. Но там многие были такие, не только она такая была, то есть там были еще другие, которые вот развозили эту грязь по полу. Ну, в общем, у меня такое впечатление было вот после этого вокзала, да. Ну, и вообще, я бы не сказала, что суперчистые туалеты. Могло бы быть и получше, если честно. Это минусы. А еще мне очень удивило то, что у нас в отеле был носильщик вещей. Ну, как бы, если нет лифта, значит нет лифта. Но в Питере был носильщик вещей, который таскал наши чемоданы. На четвертый этаж приятно, конечно, но очень необычно, я вам скажу. И у нас там еще такой инцидент произошел. В общем, когда мы зашли в нашу комнату, там было просто безумно жарко. И мы попросили, чтобы нам дали пульт от кондиционера. На что нам сказали, что в зимнее время, а это была весна, у них кондиционеры не работают. И я была просто в шоке, что они тупо экономят деньги на кондиционерах. Ну, вообще, как бы, я не знаю, я сколько ездила по разным странам, и такого нигде не было. В общем, к нам пришел инженер, как они сказали, и отключил батарею нам. Просто отключил батарею. Сами понимаете, там в России такая тема, что любят прятать батареи под какие-то там фанерные конструкции. Так вот, этому инженеру пришлось разбирать эту батарею, вернее, вот эту конструкцию, чтобы пролезть к батарее. И там что-то урегулировать. Причем эти батареи не регулируются. В Финляндии, кстати, регулируются, если что. Можно поменьше сделать, побольше и так далее. Вот, и как бы это все, в общем-то, вот так вот, в таком стиле нам вырубили, короче, тепло, можно сказать, из нашего отеля. Из нашей комнаты это было очень странно. У нас не дешевый был отель, я сразу говорю. Мы были вообще практически в центре. Вот, там не работал сейф. Там было очень жарко, какой-то, ну, как-то, как-то странно было, честно. Это вот про минусы. Да, и там был очень такой шутливый этот инженер. Он сказал, что, ну вот, я вам сейчас вырубил батарею, как бы, так что, если вам будет холодно ночью, то, как бы, ну, все, как бы, я вам отключил ее уже навсегда. Как бы, вроде, типа, смешно, но, как бы, не очень смешно, если мы замерзнем, короче. Ну, потом он пошутил, сказал, да нет, конечно, приходите на ресепшн. Ребят, что еще? Очень грамотные люди. Очень красивый язык у всех. Когда ты живешь вне Эстонии или вне России, то твой язык априори немного скудный, потому что ты общаешься с одними и теми же людьми, у вас один и тот же словарный запас. Ну, грубо говоря. Но в России, там все читают русскую литературу и так далее. Я, конечно, тоже читаю русскую литературу, но реже, реже. Я больше на финском читаю. Либо на английском. Вот, поэтому, да, это очень классно слышать такой красивый, правильный русский язык. Супер. Это реально услада для моих ушей была. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Не факт, что оно вам понравилось, если честно. Но это реально мои первые впечатления о России. К сожалению, я больше не была ни в других городах. Была только вот в Петербурге. Посмотрим, занесет ли меня куда-нибудь еще. Ну, а с вами была Настя. И вы находитесь на канале Анскулайнен. Настя Анскулайнен. Всем спасибо за просмотр. Напишите, если вы меня из России смотрите, из какого города. Мне будет очень интересно. Ну да, всем спасибо. И пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok